Руф, первая глава, в первом стихе написано, что случился голод на земле, в Израиле. Всегда, когда голод был в Израиле, это было какое-то наказание от Господа. Значит, что народ согрешили, и Бог поэтому отправил голод. Но тот голод, это в принципе, чтобы обратить им обратно к нему. А вот в этом случае тот человек, тот Элимелех, все это не то воспринял. Потому что он из-за этого голода ушел вообще из Израила. Я понимаю, то, что он сделал, довольно отрицательно. Потому что в первом, ну, под Ветхом Завете, израильтянин, то есть человек Божий, должен присутствовать. Ну, не храм, у них не был тем временем храм, но где, в принципе, присутствие Божие было, где ковчаки и так далее. И левитов существовали, чтобы помог им делать богослужение. И поэтому уехать из Израила, это значит, что человек, в принципе, бросил свое отношение с Богом. И так он ушел и взял с собой вот его жена и два сыновей. И я думаю, что мы сможем здесь видеть, как получается, когда вот Бог иногда вмешивается в жизни человека или в жизни народа. Он дает испытание или даже наказание. И человек может это воспринимать или в положительном плане, что, ой, да, мы согрешили, то надо вот по-другому. Или он может из-за этого уходить даже дальше от Бога. И в этом случае я думаю, что тот Рималех и его семьей отошли даже дальше от Бога. Поэтому у меня такой теории, что есть тот нижний спирал, где когда человек начинается расслабиться в духовном плане, он скоро всего побыстрее, побыстрее, но падается внизу. А наоборот, если тоже верхний спирал, поскольку человек начинается посильнее, покрепче верить в Боге, то через время он тоже в своем очереди начинается крепиться посильнее и так далее. То есть мы не сможем никогда как-то взять, скажем, отпуск от наших отношений с Богом. Мы не сможем как-то расслабиться, думая, сегодня я буду как-то нейтрально. Я не буду за, я не буду против, я буду просто напросто чуть-чуть отдыхать от Бога. Нет, мы не сможем. Потому что получается, что в жизни, в нашей жизни перед Богом, это или ближе к Нему, или дальше. Каждый секунд, каждый час, каждый день, каждую неделю это так. Мы или ближе, или дальше от Бога. И слава Богу, что это так. Потому что если был какой-то треки позиции, мы все как-то взяли тот треки позиции, тот нейтральный позиции, что ну ладно, я не против, не за, я просто стою в своем месте. Нет, слава Богу, что нет такого вот возможности, что нам придется или 100% за, или даже дальше от Бога. И вот тот человек ушел, кажется. И все не получилось. Он уехал туда, в Муаве, потому что был голод. Он представил, что там Муаве, они могли бы, по крайней мере, жить хорошо. Но так не получилось. Он сам умер. И написано, что дальше его два сыновей взяли жен из Муавикянок. И это тоже плохо, что они, в принципе, женятся на неверующих людей в духовном плане. Мы это знаем, потому что дальше тот Нуэмин, она сказала, первую главу 15 стихе, когда тот другая невестка возвратился, она сказала, что она возвратилась к народу своему и к своим богам. То есть они не верили в Яхве, в смысле Бога Израилева, у них были свои идолы и так далее. И так это тоже не то. И вот эти два сыновей, они оба умерли. И, кажется, оба умерли как-то без детей. То есть тех драков как-то было без Божьего благословения. Особо в этом времени они поняли, что дети являются самое главное благословение от Бога. И если женщина особо была бесплодная, это, ну, сегодня это не до таком степени трагедия. Для им это вообще супер трагедия. И кажется, что они уже, они оба умерли без детей, без плода. Почему я так считаю? Потому что это Неоми, она сказала, что эти женщины лучше всего, если вы будете оставаться здесь и найдете еще мужей из ваших. Потому что у меня, у меня не будет еще детей, и вы будете как-то умереть, но без, без плодных. То это плохо. Лучше для вас оставаться здесь, в Муаве. Отпусти меня, и я буду домой в Израиле одна. То есть, я так понимаю, что этих два сыновей умерли без плода. То есть, как-то без Божьего благословения. Мы это видим столько раз, что людей уходят от Бога, активно, скажем, от общения с Богом, веря, что, ну, мне надо как-то для себя найти лучшую жизнь. И не получается. Почему? Потому что они не ставили Бог на первом месте. И у нас здесь, по-моему, типичный случай, который повторился столько раз в жизни Божьего народа, что люди отошли, отошли, веря, что мне надо как-то устроиться лучше, и не получилось. И здесь понятно, что тут с семьей были совсем несчастливы. Все, не получилось. Итак. Много людей думали бы, ну, если Бог так поступал, то Он вообще жестокий. Я вообще ухожу от Него. А наоборот, тот, ну, именно, она думала, развернется к Богу и к земле Израиле. Иногда тот более, скажем, жестокий сторон Бога, который кажется для человека жестоким, это даже, в своем очереди, как-то привлекательно. В том, что мы веруем, что на самом деле Бог есть на земле. Хотя, я, наверное, с Ним, как сказать, не согласен. Хотя, мне кажется, что Он немножко жестокий, жестоковатый. Но хорошо, но, по крайней мере, Он есть. И, то есть, Он существует. И интересно тогда, что тот же женщина все равно хотела вернуться к Израилю и, видимо, к Богу. И, шестой стих, она вернула из-за того, что она услышала, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Значит, наверное, и тоже был город в Муаве. То есть, опять эти не получилось, что там в Муаве все как-то рай на земле, все так, но красиво. Нет. Кажется, что и там тоже был город, а сейчас наоборот, что хлеб был в Израиле. Почему это все случилось? Как тут история закончится? Закончивается в том, что Руф, в конце концов, вышла замуж на Еврае из колена Юдине. И, в конце концов, родила Авет. От него шел Давид. И, в конце концов, от него шел Иисуса. То есть, Руф находится прямо в линии родословия Иисуса Христа. И, читая от Матфея первую главу, первая глава в Новом Завете, мы читаем родословие Иисуса. И мы там читаем в Руфе, что она была прямо в этом линии. То есть, Бог заметил тот необыкновенный духовности у одного девочка Муаве. Хотя она не еврейка. Бог это видел. И хотел как-то присоединять ей к Израилу, зная, что она будет в этом линии. От кого было бы Иисуса. И он так сложно работал. Он так сложно действовал. Он не просто взял ей и вот сразу в Израиле. Нет, он действовал через тот Элимелех, через его сыновей, через Нуэм, всякие эти голоды и так далее, которые были. То есть, он работает чудесно. Мы скоро всего не понимаем, как Бог действует в нашей жизни. Мы как-то чувствуем, что да, это Духа Божия. Но мы не сможем видеть значительность в каждом случае, который есть в жизни. Хотя мы как-то чувствуем, что эти случаи, безусловно, от Бога. Мы просто не видим до конца определенную значительность в каждом случае. Но есть определенная значительность в сторону Божией. То есть, он играет на очень большом масштабе, чтобы, в конце концов, человек шел бы к нему. Мы думаем, зачем столько болезней, столько беда в моем жизни, столько-столько, все так сложно. Почему это получилось и это не получилось? Зачем? Мы, конечно, не сможем определить точно. Но да, это значило это, и это было, чтобы это случилось. Но то, что мы знаем, это в том, что, в конце концов, Бог хочет дать нам спасение. Он хочет, в конце концов, чтобы мы будем жить вечно в его царстве. И вот он увидел этот руф и взял ей через очень сложно, комплексированное действие, чтобы она пришла бы туда, в Израилье. Когда она, представляете, как девочка там, в Муаве, когда она выросла, она вообще не представила, что она один день будет жить в Израиле, что она будет жена, очень богатый человек. И, в конце концов, через ее дети был бы, в конце концов, сын Божий. Это было бы для нее очень сложно представить. И тоже в нашем детстве, наверное, мы вообще не думали бы вообще о Боге, о нашей духовной судьбе. Но, в конце концов, видите, как Бог увидел от далека каждый из нас. И действовал очень сложным путь с нами. Но, хотя на время, на самом время его действия мы не поняли, зачем это. Но есть причины. И только, наверное, в Царстве Божьем мы будем смотреть обратно, мы будем все как-то конспектировать и понять до конца. Хотя даже в этом жизни, через время, мы иногда начинаем понять и чувствовать, ага, это случилось, чтобы это. Да, я вижу. Восьмой стих. Ноэмин сказала, он с ногом своим, пойдите, возвратитесь каждое в дом матери своей, да сотворите Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мною. То есть, она вспоминала то, что Бог сказал Аврааму, что тех, которые будут благословить ваше потомство, я буду в своем очереди благословить. И Ноэмин это поняла. И здесь как-то это цитировала. А столько раз она ободрила этих с ногом, развернется в Муаве. Они сказали, да нет, мы хотим с тобой в Израиле. Нет, она, не знаю, три раза, по-моему, сказала, да нет, не надо со мной. Вы будете умереть, как чужие люди, в чужой стране, без детей. Это нет. Вам лучше оставаться здесь. И так я вижу из-за этого, что каждый раз, когда человек хочет быть с Господом, когда человек решается, что, ну да, я хочу быть с Господом. Бог всегда как-то дает нам, ну, противные ситуации, где есть люди, есть моменты, в которые как-то пробовали убеждать человеку, что надо вернуться. Нет, не надо с ним. Не надо с Господом. Лучше оставаться в мире. И, видите, это, ну, одна из этих орфа, она, в конце концов, вернулась. А Руф держал. Кажется, тогда, что Руф решила быть с этим, но ими, понимая, что, ну, ладно, я буду с этой женщиной, хотя, правда, это значит, что я буду умереть там, как чужая женщина, в чужой стране, в Израиле, без плода. Ну, хорошо, я хочу быть с тобой, но ими. Почему она так твердо хотела? Это, видимо, что она не только показала такую, ну, лоялность к этому бабушке, но ими. Она, самое главное, пришла к выводу, что Бог есть в мире, и тот Бог является Богом Израиле. И я хочу быть с Ним. Поэтому она сказала в 16 стихе «Народ твой, то есть Израил, будет моим народом, и твой Бог моим Богом». И она сказала в 17-е «Пусть твой то сделает мне Господь, и еще больше сделает». На еврейском языке, где читаем там «Господь», читаем слово «Яхвэй». Это единственное имя для Бога Израилева. И, видимо, она много чего поняла у Бога Израилева. И я сказал бы, что ее мотивация была 100%, чтобы устроить отношения с Ним. Она согласилась, что «Ну ладно, я буду умереть, но без плода, без мужа хорошо, но самое главное, я хочу быть с тобой. И я хочу быть с твоим Богом». Поэтому вторая глава, когда Вуаз с ней встречал, он сказал, вторая глава, в 12-м стихе, «Да воздаст Господь за это дело Твое, и да будет Тебе полная награда от Господа, Бога Израилева, к которому Ты пришла, чтобы успокоиться под Его крыльями». То есть он понял, что она, то есть Руф, пришла к Израилу из-за того, что она к Богу Израилеву вот пришла. И она взяла свое место под Его крыльями. То есть ее мотивация, я сказал бы, 100% по-духовному. Она хотела быть вот с Богом Израилева. Но это опять странно. Зачем она так хотела? Когда из ее перспективы по-человечески она видела только беда из-за Него. Тут Ноймен потеряла муж и сыновей. Разве это не кажется, что Бог Израилева как-то жестокий? Есть такие люди, которые считают, что Бог такой жестокий. Ну, хорошо. Иногда на нашем очень ограничен мир зрения да, кажется, что Он иногда жестокий. Но она поняла так, что хоть Он жесток, хоть нет, хоть я до конца Ему не понимаю, Он есть. И Он является единственный Бог. И если я хочу устроить отношение с Ним, тогда мне придется принимать тот Бог так, как и есть. И так, все те, которые жалуют, что Бог такой, 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 поэтому я не могу верить в Нем. Это не то. Ладно, если ты считаешь, что Бог такой жестокий, во-первых, надо размышлять, что это только согласно твое мир зрение. И ты только видишь, что есть прямо пред глазами сегодня. По-моему, суд этого истории, это в том, что в конце концов все получается. В конце концов все получается даже красивее и прекраснее. хотя пути Господни неисповедимые. То есть, это значит, что мы сами не сможем до конца эти пути понять, потому что мы только видим то, что случилось прямо пред нашими глазами прямо сегодня, на данный момент. я тоже предлагаю, что функция этого книга была из-за того, что Юда, народ Божий, даже несколько веков после этого были в плене в Вавилонии. И Бог хотел, чтобы они вернули оттуда в Юге, в смысле, в Израилье. И я думаю, что стоит для этого книгу тот историк, тот рассказ, это чтобы ободрить им, что хотя там в Вавилоне, но там по реке Вавилона они там плахали, думая, что Бог как-то с нами жестокий. Суд этого книга о том, что да, это так кажется, но видите, что у Бога есть огромный план для вас, который действует на гораздо высшем масштабе от того, что ты думаешь и видишь. итак, в первом стихе, когда они вернули Израиль или Нойме, она сказала, в первом стихе, я вышла отсюда с достатком, а возвратил мне Господь с пустыми руками. Я вышла отсюда с достатком, но мы читали в первом стихе, что она вышла, когда был голод на земле, то есть был голод на земле, но все равно она воспоминала, как она вышла оттуда с достатком, то есть она не была бедная. Часто, чаще всего получается так, что есть какая-то неприятность в жизни, хотя у человека есть, в чем жить, человек есть, но в принципе все то, что нужно, даже с достатком, и человек все равно желает как-то найти для себе лучше жизни. То есть, представляете, как она сказала бы раньше, ой, да, голод есть в Израиле, все плохо, все плохо. Ушла, и вот вообще беда случилась. Потом вспоминала, что, ну да, фактически мы вышли оттуда, но с достатком, мы не были фактически такие бедные. И это всегда так, ну, Бог ей учил. И она, слава Богу, приняла то, что Бог ей учил. Вот. Ну, у ей какой-то горкость была, потому что она сказала в 20 стихе, называйте сейчас, пожалуйста, Марью. Слово, еврейский слово Мара значит, как-то горький. То есть, у ей была какая-то горькость в душе, против Бога. Почему? Потому что она как-то думала, что Богу не совсем то. Со мной действовал, хотя она призналась, что ну да, я не то, не совсем, но сказала в 20 стихе Вседережител послал мне великую горсть. Поэтому она хотела то имя Мара, которое означает горсть. Ну, она сказала, вот в 13 стихе Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь у вас, ибо рука Господня постигла меня. То есть, мне жалко вам, потому что рука Господня постигла меня, и вы из-за этого страдали. Она считала, что это несправедливо, что как-то людей по сторону страдали. И чаще всего мы это видим. Людей жаловат, что я не могу верить в Бога, потому что он такой жестокий. И почему столько невиновен людей страдает? И вот у ей был этот же подход, что ладно, я страдал из-за того, что рука Господня постигла меня, а зачем тогда этих с ногами, зачем они так страдали? Зачем? И это опять урок для нас, потому что мы все страдаем под этим вопросом. Зачем невиновен иудей страдают? И прямой ответ нету. Но тот книгу закончится в том, что Руф как бы счастливый с сыном и Ноймен и тот счастливый. И тот сын потом стал прямо в линии Давида и в конце концов Кизу сына. То есть все закончилось счастливым. Но она как-то имела тот проблем, что Бог как-то несправедливый. Но это все таки закончится в том, что если мы будем верить, что Бог играет на гораздо высшем масштабе, чем я даже могу представить. И мы тоже видим в самом конце, что Бог есть любовь, что у него был какой-то план и программ для людей, потому что он хотел дать им стесень. Интересно, хотя что 21 стихе очень похоже на слово Иова, когда он все потерял. И его жена сказала, ну лучше тогда бросать веру в Боге. Да нет, он сказал, нам придется получить не только добра от Бога, а тоже зла. И здесь то же самое. Она сказала, что я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. То есть это Господь, который ей возвратил с пустыми руками. То есть она не сказала, что это Господь, который мне дал, и какой-то сатана, который взял от меня и дал меня вернется с пустыми руками. Она видела, что это все-таки Бог, который действовал в ее жизни. Места нету в этом плане. Я какой-то сатана, в этом общепринятое понятие, что парень с рогами, хвостом, и так далее, что Бог какой-то добрый идете, который дает все доброе и такой злый сатана, который взял бы все от нас, чтобы возвратил человек с пустыми руками. Нет. Возвратил мне Господь с пустыми руками. Ладно. У кого есть то, что добавить? Давай. Состояние Руфи это человек, который положил на чашу весов свое прошлое и будущее. Он положил на чашу весов то, что Бог перетянул все. Все, что у нее было, она не смотрела назад. Она дочь Аврааму. Она пошла вперед. Когда Бог сказал Аврааму «Иди, выйди из земли своей, иди в землю, которую я тебе укажу. Она почувствовала это сердцем. Она смотрела на Ими, смотрела за ее размышлениями. Она почувствовала в Ими вот это движение. Она ушла от своего народа и от своих богов и пришла к Богу Израилю. Я вам просто скажу по своей жизни. Меня жизнь катала по многим жерновам. Мне говорили, ты не выдержишь, ты не вытянешь. Ты должен уйти в сторону. Я в сторону не ушел. Ты не сохранишь нервную систему. Я все сохранял. Я бросил пить. Я стал спокойным, уравновешенным, как бегемот в реке Нил. И все, что делал Бог, он делал для моего блага. все события, которые были в моей жизни, все жернова были для того, чтобы обкатать меня и сделать другими человеком. Я вам благодарен за это. Благодарен за испытания, которые изменили меня, изменили мое мышление, изменили мое мировоззрение, отношение к окружающему миру. И это тому, что сотворил Господь. Я действительно почувствовал то, что было со мной, оно нужно было. Нужно было, чтобы я стал другим человеком. Я Богу благодарен за это. Юра, тоже беги мокрый? Нет, не. Небольшое такое, ну, как, уточнение, замечание. Лучше через микрофон, потому что дети вообще не слышали. Уже старость и радость есть. По поводу наказания Господня и невиновности, господа нету невиновных. Другое дело, что он не всех наказывает, так, а невиновных перед Господом. Это люди друг перед другом могут быть как будто бы невиновны, а перед Господом, ну, все грешны, значит, виновны. Только одно дело, что одних наказывает, других не наказывает. И еще человеческие понимания, что я наказан, это вовсе не значит, что ты наказан, а ты может быть благословлен, вот как правильно сказал, его не наказывали. Он через это прошел и получил то, что показали путь. Да, это не наказание. Бывают и другие виды того, что кажется наказанным. Но я уже, я не знаю, кто меня слушал, я уже говорил такой простой пример, что человек идет на, едет на аэродром, спешит и попадает в аварию и становится калекой. А в это то же самое время все, кто успели на тот самолет, они упали. Самолет упал и вот скажите тому первому человеку его наказали или его спасли. Поэтому сразу это такой элементарный простой пример. Вот он сказал более сложный пример. Такой, что вначале кажется, наказали. Наказан. За что наказали? Не надо бросаться в это наказание. Ну и кроме всего, с чего я начал, что если говорить про вину перед Господом, то все грешны. В какой степени это, конечно, другой вопрос. Спасибо, Юра.